Привет всем, вы на канале Санита, с вами Настя Бабич и я приготовила для вас самые интересные новости на сегодня. Начинаем. Массовые недовольства охватили мир. В Израиле 32-я неделя протестов против судебной реформы. В Тель-Авиве тысячи людей приняли участие в демонстрации возле председателя Кнесета. В Иерусалиме сотни манифестантов собрались рядом с резиденцией президента. Демонстрации прошли по всему Израилю. Коалиционное правительство во главе с Натаньяху настаивает, что реформы необходимы, чтобы сбалансировать отношения между выборными должностными лицами и судебной властью. Новый закон ограничивает судебный пересмотр Верховным судом Израиля некоторых решений правительства. И критики видят в этом угрозу демократии. Но не только Израиль высказывает свои недовольства. Забастовки сценаристов рушат экономику Голливуда. Сотни работников кино проходят маршем перед главными студиями Голливуда. В среду исполнилось 100 дней с начала забастовки писателей и сценариста. «Мы останемся здесь», — говорит сценарист Айрин Тернер. Студии должны перестать говорить о том, сколько денег они зарабатывают. И платить. Для актеров Уильяма Голдмана и Дэна Гарси, но и, думаю, многих других актеров, одна из самых страшных составляющих забастовки — это ее влияние на город Лос-Анджелес. Многие предприятия зависят от этой отрасли. Поэтому закрываются не только кино и телевидение, но и все, что с ним связано. Именно так говорит Голдман. Из-за забастовок в Голливуде была перенесена дата премии «Эмми» с 18 сентября на 15 января 2024 года. Напомню, в США актеры объявили забастовку в середине июля, после неудачных переговоров между профсоюзом гильдии киноактеров и крупными киностудиями. Это первая забастовка с 1980 года. Поскольку сценаристы США также бастуют с мая, Голливуд впервые за более чем 60 лет переживает двойную забастовку, которая парализовала многие кино и сериальные проекты. Профсоюзы требуют более высоких оплат от студий и поставщиков потокового вещания, таких как Disney, Paramount и Netflix, а также заключение справедливых соглашений об использовании искусственного интеллекта в будущем. А тем временем ЕС в глобальной гонке за важнейшими видами сырья. ЕС в значительной степени зависит от третьих стран в отношении сырья, необходимого для осуществления энергетического перехода и цифровой трансформации. Война в Украине и необходимость отказаться от ископаемого топлива для достижения климатических целей побудили ЕС в последние месяцы, ускорит зеленый переход, но одновременно заставили его признать свою зависимость от доступа к важнейшим видам сырья. В глобальной гонке за сырьевыми ресурсами ЕС сталкивается с множеством проблем. Первая из них – Китай, который недавно стал ограничивать экспорт Галлия и Германия. Двух металлов, необходимых для производства полупроводников. ЕС считает, что оба материала имеют большое стратегическое значение. Помимо производства полупроводников и других электронных устройств, они используются в военных целях, например, в противоракетной обороне и радиолокационных системах. Введенные Пекином ограничения являются серьезным предупреждением, поскольку ЕС пытается диверсифицировать и увеличить внутренние поставки сырья, чтобы снизить зависимость от третьих стран. Однако диверсификация цепочек поставок может привести к тому, что ЕС придется получать эти материалы из стран, которые не придерживаются тех же стандартов. Последние данные свидетельствуют о том, что поставки ЕС в значительной степени зависят от стран с низким уровнем государственного управления, по таким показателям, как политическая стабильность, верховенство закона и контроль коррупции. ЕС также сильно зависима от отдельных стран по таким ключевым материалам, как магний, литий, иридий и необий. Такая зависимость делает цепочки поставок уязвимыми. Война в Украине и последовавший за этим энергетический кризис показали, насколько опасна чрезмерная зависимость от поставок. Просто на сырье резко возрастает, поскольку развитые страны стремятся к цифровизации и декарбонизации своей экономики. Это возможно только при условии достаточного предложения сырья, а значит, страны должны наращивать объемы добычи, переработки и утилизации. Например, по данным Европейской комиссии, мировой спрос на литий к 2050 году возрастет в 89 раз. Спрос на галлии за это же время возрастет в 17 раз. Закон о важнейших видах сырья ставит перед Евросоюзом задачу к 2030 году, добывать 10%, перерабатывать 40% и утилизировать 15% от годового потребления сырья. Для достижения этих целей и обеспечения конкурентноспособности на мировой арене председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС необходимо ускорить инвестиции в исследования и разработки, признав, что за последние 20 лет мировая доля расходов на это в блоке сократилась на 10%. А тем временем Австрия добилась сокращения числа нелегальных мигрантов, в то время как Германии только планируют обсуждать этот вопрос. Министр внутренних дел ПРГ в разгар нового кризиса беженцев собирается обсудить с региональными властями более жесткий подход к депортации нелегальных мигрантов. С похожей проблемой столкнулось австрийское правительство. Однако там уже приняли меры, которые продемонстрировали свою эффективность. Германии в первом полугодии было подано 162 тысячи ходатайств о предоставлении убежища, что на 77,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Австрии же сложилась совершенно противоположная ситуация. Там зафиксировали 22 900 ходатайств, что на 30% меньше, чем было за тот же период в 2022 году. В 2022 году в Австрии наблюдался трехкратный рост числа заявлений о предоставлении убежища. За год миграционные службы обратились 108 тысяч человек. Однако после принятых мер в первой половине 2023 года из страны уехало больше просителей убежища 28 тысяч, чем приехало 23 тысячи. Среди самых эффективных мер, которые приняли в Австрии, это тщательный пограничный контроль в отношении Италии и Словакии. Австрийская полиция добилась разрешения проводить проверки по ту сторону границы в полосе от 15 до 30 километров, оказывает поддержку Венгрии, Сербии и Северной Македонии в осуществлении пограничного контроля. Кроме того, в Австрии многие заявления о предоставлении убежища теперь рассматриваются в ускоренном режиме. В частности, это касается выходцев из таких стран, как Марокко, Бангладеш или Индия, которые обычно практически не имеют шансов на получение убежища. Также власти в Австрии увеличили число депортаций страны. В первой половине 2023 года рост составил 20%. Всего из Австрии выслали 5872 человека. При этом министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер предупреждает, что правительство планирует в дальнейшем действовать жестче. А тем временем в США огромного пса пустили на борт самолета. Немецкий дох по кличке Дарвин долетел из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, заняв целый ряд самолетов. Полет занял 5,5 часов. Все это время пес провел на пассажирских местах рядом с хозяином. Обычно авиакомпании не разрешают перевозить собак в салоне, особенно такого размера. Но Дарвин сопровождает хозяина, который страдает болезнью крона и нуждается в собаке-поводыре. Пес не влез в багажный отдел, поэтому для него сделали исключение. Хозяину при этом пришлось выкупить все три места. Это вся информация, которой я сегодня хотела бы поделиться с вами. Если вам понравился сегодняшний выпуск, то поставьте лайк в знак благодарности. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали и до следующего выпуска. Ну и конечно, давайте вежливо и культурно обсудим сегодняшние новости в комментариях под этим видео. Пока!